Сегодня в выпуске Честно, горжусь собой И я могу тоже сказать, что Авдуевский красавчик Наш земляк Антонов-Дуевский Стал самым взвешенным и счастливым Смотрите эксклюзивное интервью В необычном интерьере Ачинские священнослужители Просят помощи На ремонт храма нужно 25 миллионов рублей Лично у меня складывается ощущение Что власти в районе работают по принципу перемотки Сегодня депутаты райсовета Не смогли отстоять свое же решение Которое приняли две недели назад И будет премьера летней рубрики Город, просыпайся Вы готовы? Да! Ну тогда поехали! Поехали! Простой парень из Ачинска Антонов-Дуевский Стал победителем четвертого сезона шоу Взвешенные счастливые люди на СТС Антон уехал на проект в весе 167 килограммов И за 6 месяцев похудел почти в половину Сейчас он настоящая звезда Хотя у нас в городе Антон и раньше был узнаваем и популярен Барабанная дробь Антон, твой результат 49,1% Антон, ты становишься победителем четвертого сезона Программы «Взвешенные счастливые люди» Большое, откровенное и живое интервью с Антоном Авдуевским Смотрите чуть позже в выпуске новостей телеканала АСА Телеканал АСА запускает летнее настроение в эфире И не важно какая погода за окном Будь то дождь или снег Свой проект мы так и назвали – полетели в лето Об этом чуть позже расскажет Наталья Солодовник А сейчас о погоде в ближайшие дни В Ачинск идут дожди, так что не забывайте зонтик Завтра наступит похолодание Днем будет не выше плюс 17 В среду немного теплее, до плюс 21 Но будет сильный дождь и ветер до 15 метров в секунду В четверг ветер стихнет, но радуется еще рано Метеорологи обещают дождь с грозой Ясной погоды стоит ждать в пятницу Дождя не предвидится и будет даже жарко До плюс 24 градусов Добавлю, что завтра может быть плохое самочувствие Из-за магнитных бурь На этом сегодня с погодой все Дарья Потехина, Вильдан Калимулин Новости телеканала ОСА А теперь к новостям района Лично у меня складывается ощущение, что власти в районе работают по принципу перемотки Некоторое время назад депутаты райсовета проголосовали за изменения в устав А вот теперь глава района наложил вето Уже скоро год, как районный совет депутатов голосует за изменения в устав Вернее, часть народных избранников с завидным упорством воздерживается при голосовании Так что решение не проходит И вот, наконец, две недели назад звезды сошлись Устав приняли Спорным моментом в документе был отчет главы района с точным сроком Вздохнули с облегчением, что чиновники и депутаты нашли политический компромисс Но ненадолго Исполняющий обязанности главы Владимир Часовских наложил вето Заблокировал решение райсовета Сегодня депутатам не хватило голосов, чтобы снять эту блокировку Мы вето наложили 30-го числа В связи с тем, что были допущены технические ошибки Интересно, что две недели назад Часовских говорил совсем по-другому Хочу узнать, почему вето будет в севере Они с таким трудом принимали в устав Я не понимаю, почему вы за меня решаете? Нет, вето будет наложено или нет? Не вижу необходимости Света наложено на устав Я лично не вижу необходимости Данный законодательный акт должен рассматриваться у нас в Красноярском крае С такими техническими ошибками, которые допущены Его нельзя туда направлять, чтобы нас не укорили в нашей безграмотности И вот за какие ошибки зацепились чиновники Публичные слушания были, но надо было еще И в газете маловато напечатали В райсовете говорят, это не ошибки, а придирки Что касается технических ошибок, я считаю, что не настолько они ошибки такие, которые не позволяют принять устав Асинского района Сейчас пойдет все по новому кругу, как у хомячков, бегающих в барабане Если все по старому сценарию, то дел с принятием устава хватит на полгода Вот сейчас технические ошибки будут устранены, и это все больше вето не будет? Я не вижу на сегодняшний день оснований для преодоления этих технических ошибок Ну, я думаю, скорее всего, да Будут находиться ошибки, вплоть до запятой Они там поставлены, значит, накладываем вето В бесконечный круговорот может вмешаться прокуратура Если потребует через суд, распуска депутатов Отправить в отставку главу района может губернатор Я не против распуска даже райисовета Потому что мне вот как председатель вот это вот Несколько это бодяга, вот это вот упрямство чиновников Вот это вот, как сказать Даже не могу слово подобрать-то мы Ну, тоже не нравится, тоже надоело Сегодня нужно работать как-то вместе Вот эти вот какие-то колкости, тонкости там юридического характера Еще раз говорил на сессии Пять юристов работают для того, чтобы не пропустить какое-то решение Именно в администрации Но в основном это амбиции Амбиции сегодняшнего руководства Ачинского района Больше я ничего не вижу То есть противостояние продолжается Ничего не поменялось Наталья Сусанина, Иван Цуканов, Телеканал ОСА Сегодня около 9 часов утра на трассе Ачинск-Назарова Возле деревни Каменка произошла авария За подробностями мы обратились в пресс-службу ГИБДД По предварительным данным водитель, управляя автомобилем Патриот Принадлежащим межмуниципальному отделу МВД России Ачинский Допустил столкновение с передедущим автомобилем ВАЗ-11-1 Который в это время осуществлял поворот налево По данному факту сотрудники госавтоинспекции проводят проверку Устанавливают истинные причины случившегося В Патриоте и десятке пострадавших нет Оба водителя трезвые Дарья Потехина, Вильдан Калимулин, Новости, Телеканал ОСА В Ачинске началась длинная рабочая неделя Зато потом всех ждет три выходных Связано это с празднованием Дня России 12 июня В этом году он пришелся на вторник Предпраздничный рабочий день с понедельника, 11 июня Перенесен на субботу, 9 июня Ачинские полицейские взяли под контроль водителей мотоциклов Квадроциклов, мопедов и скутеров Операция мотоцикл будет проходить вплоть до конца сентября по городу и району За езду без шлема водителям придется заплатить штраф в одну тысячу рублей А незарегистрированный транспорт будет отправлен на штрафстоянку Ночные гонщики тоже не останутся без внимания полиции Красноярский край не попал в топ регионов с возрастным автопарком Такой рейтинг по среднему возрасту легковых автомобилей составили аналитики агентства Автостад Они выяснили, что на начало года средний возраст легковушек в России составляет чуть больше 13 лет И за последний год эта цифра немного увеличилась Регионом с самыми старыми легковушками стала еврейская автономная область Средний возраст машин почти 21 год А самый молодой автопарк, по мнению аналитиков, в республике Татарстан менее 10 лет Стань счастливщиком! Выиграй 50 тысяч рублей от службы заказа такси Семен Получи купон за каждую поездку Твой город, твое такси Телефон 58 680 Хочешь недорогой и быстрый интернет? Успей подключить! Тариф 2018 от компании Синт 100 мегабит в секунду за 1 рубль в месяц Успей подключить! Подробности в офисе Первый микрорайон строения 55А2 Телефон для справок 56 300 Сезон подарков в газете Новая причулымка Продуктовые корзины Комплекты постельного белья Покрывало Пледы Спешите подписаться на новую причулымку И принять участие в акции Подробности в газете Телеканал ОСА перелетает в лето А эту проблему я считаю общей для всех жителей города Ачинска Дело в том, что купол собора Казанской Божьей Матери требует капитального ремонта Но это еще полбеды Дело в том, что нельзя просто так приехать и заменить облицовку Здесь нужна работа специализированной группы И работы должны производиться под четким контролем Потому что это не просто собор Это памятник культурного наследия, федерального назначения Обо всем подробнее нам расскажет отец Сергей В ночь с 3 на 4 ноября перед престольным праздником как раз Казанского собора Ураганный ветер в Ачинске пронесся И была сорвана часть кровли главного купола Казанского собора Временно сейчас это место закрыто укрывным материалом Для того, чтобы заменить кровлю Казанского собора Необходимы очень большие средства Порядка 25 миллионов рублей Как говорит отец Сергий Эти средства пойдут на капитальный ремонт кровли всего собора Последний раз его делали около полувека назад Конечно, ежегодно косметический ремонт служители церкви производят Красят облицовку, латают небольшие трещины Но этого недостаточно Вся металлическая конструкция давно пришла в негодность А сейчас можете вот так просто показать, чтобы это визуально можно было посмотреть на купол? На купол? Ну пойдемте Примерно какая площадь вот этой пробоины? Не могу сказать, но то, что видите, то я вижу Я ремонтом не занимался, поэтому довольно большая площадь Это может быть восьмая часть купола, седьмая часть купола Отец Сергий, вот скажите, все равно общими силами что еще можно сделать Кроме как говорить на проповедях об этом Ну вот этим мы сейчас и занимаемся То есть люди увидят эту передачу Может быть это будут руководители предприятий Те, которые имеют финансовые возможности помочь Или простые люди Сейчас, как говорит отец Сергий, сметы составлены Рабочая группа выбрана Осталось найти деньги, чтобы приступить к работам Анна Ахметова, Иван Суканов, Новости, телеканал АСА Телеканал АСА запускает новый проект Город, просыпайся! Сегодня мы красивые, позитивные, активные собрались возле аквацентра форума Заряжает нас позитивом тренер Ксения Фроленко Сегодня мы зажигаем зумба фитнес Это танцевальная программа, основана на латиноамериканских ритмах Зумба это весело, просто эффективно Подходит для всех желающих Вы готовы? Да! Ну тогда поехали! Поехали! Не обязательно быть в спортивной форме, чтобы зажигать вместе с нами Привет! Присоединились просто, увидели? Да! И как? Класс! Сколько похудела? Ну была 900, стала сотня, еще маленько И все? Конечно, близимся к успеху С Ксюшей уже 4 года Такой позитив, заряд эмоций Не пойду на другую тренировку, а стою здесь Как настроение? Супер! Класс! Устала? Немного есть Как настроение? Клево-клево На свежем отдыхе хорошо? Хорошо Привет! Как дела, твои настроения? Настроение огонь! Как настроение? Очень круто, очень классно Мне все, вообще, нравится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok